Дело в том, что в Украине система такова. Большинство дел против врачей, учреждений здравоохранения, они заканчиваются ничем, по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы рассмотреть это дело, как правило, необходимы выводы экспертов. Эксперты эти полностью зависят от Министерства здравоохранения. Либо получают там лицензии, либо работают в медучреждениях, финансируемых государством, либо муниципальными образованиями, иное. Следовательно, они еще трижды подумают, прежде чем принять вывод, направленный прямо против интересов государственной медицины. Это раз. Во-вторых, у нас не существует обязательного страхования гражданской правовой ответственности как врачей, так и медицинских учреждений полноценного. И следовательно, дело судебное, даже если оно будет выбрано, оно вследствие того, что практика судебная смешная просто. Я недавно был случай, дай бог памяти, в Ольгопской области. Человек пришел лечить зубы, ушел инвалидом второй группы с диабетом. И что вы думаете, ему дали несколько тридцать гривен. Но это решение не покрывает даже минимальных расходов на юриспруденцию в ведении такого дела, не говоря уже о дорогих экспертизах. Соответственно, если бы было введено страхование, то большие бы юристы, большие специалисты знали бы, что они потратят год-два своей жизни, но заработают миллионы для себя и пациентов, либо их несчастных родственников, переживших. И следовательно, в эту сферу медицинского права пришли бы большие специалисты в области права. А у нас сейчас, к сожалению, даже медицинское право не существует официально. Вообще нет такого права. Вот гражданское есть, уголовное есть, а медицинского права не существует. Тут очень хорошо господин Команалют говорил о внесении изменений в уголовный кодекс касательно ответственности под врачей, ответственности медучреждений. Это все очень хорошо. Но каждый раз при привлечении к ответственности необходимо установить факты. А как установить факты, если у нас элементарно до сих пор история болезни пишется от руки. Кто-то из вас пробовал прочитать историю болезни? Вот я много лет работал в различных медучреждениях, главой юридической службы. Поверьте мне, в 99% случаев даже с помощью экспертиз невозможно установить содержание текста этой истории болезни. Как в суде это можно оспорить? Кроме того, всем известна практика, пациент помер, сразу переписываем всю историю болезни и документы к ней. Правильно? Я думаю, что большинство врачей скажут, что правильно. Такая практика в Украине существует. Как при этом защитить интересы конкретного пациента? Иногда, правда, государство под видом защиты прав пациента явные подделки выдает. Например, давайте обратимся к закону, который регулирует деятельность по пересадке органов. Отличный закон. Вначале даже написано, что он полностью соответствует и принят во исполнении международных правовых актов и норм в этой сфере. Но дело в том, что международные правовые акты и нормы прямо противоречат этому закону. Что это как не обман? Как избирателей, так и простых пациентов, коими мы все являемся реальными, либо потенциальными. Поэтому говорить о результатах, скорее, надо говорить о последствиях этого медицинского эксперимента. Поэтому мне кажется, что дел должно быть больше судебных. Суды должны пересмотреть кардинально совместно с Верховным судом практику судебную в этой сфере. Необходимо все-таки наконец-то ввести нормальные штрафные санкции для больниц, для их администраторов. Украинской медицине всегда не хватает профессиональных администраторов. И вместо того, чтобы приглашать их из сферы частной медицины, где они хоть чуть-чуть, но есть, у нас почему-то предпочитают брать следующего чиновника, который зачастую думает, прежде всего, о наполнении габанов своих и тех коммерческих структур, которые стоят рядом с ним, вокруг него и в связи с ним. Продолжение следует...